Привет всем, с вами я Вика. Сегодня поговорим на тему американской мужчины и жена иностранка. Отношение американских мужчин к иностранным женщинам. Тема такая довольно интересная, очень многих интересует. Я еще поискала мнение, что пишут американцы о русских, украинских, польских. Короче, восточноевропейских женщин. Вообще тема такая, я обдумывала свое видео, но я не делала пунктиком. Это так, что будет немножко сумбурно, но вы послушайте. Что-то новенькое точно узнаете. Чтобы было проще говорить, всех постсоветских, я буду как американцы говорить, наши или русские, или русскоговорящие. Просто легче, чем перечислять белорусские, украинки, молдаванки, латышки и тролливали полячки. Я буду говорить, вот наши, восточная женщина, восточная Европа. Речь идет о нас, потому что о западноевропейских женщинах совсем по-другому думают. Про азиаток совсем по-другому думают. Поэтому могу говорить только за нас. Эта тема меня когда-то очень интересовала. Вот. И я так немножко в теме. Наши женщины, они почему-то уверены, конечно, здесь есть доля справедливости в этом, но они уверены, что они красивее, лучше американок. Это большое заблуждение. Я вам сейчас по полочкам разложу, почему американская жена лучше, чем наша. Вот. Смотрите, американец, если он женится на американке, у нее уже машина есть, гардероб такой, как носит, здесь есть, образование, скорее всего, есть, язык есть, культура та же самая, росли на тех же фильмах, песнях, понимаете. У нее семья здесь есть, у нее карьера, скорее всего, есть, у нее все есть. Ему практически ничем не надо ее забеспечивать, понимаете. обеспечивать. Когда американец привозит жену иностранку, ей нужна машина, ей нужно покупать всю другую одежду, потому что здесь в таком не ходят. Ее надо на языковые курсы посылать, если она не знает языка. Есть очень много недопонимания из-за языкового, барьера языкового. Многие вообще не знают английский язык, через переводчика общаются, да, Google. Ей надо все мучить, вплоть до того, как пользоваться сушкой и стиралкой, понимаете. Она как маленький ребенок. Ей надо страховку, ей надо все. И еще к ней надо летать, ей делать документы, потом бегать с ней, делать документы. Понимаете, не каждый мужчина на такое решится. Так как мужчины, они везде мужчины, им же хочется командовать женщинами. Они, конечно, думают, что они нами командуют. Но вот, но умная женщина, она дает ему возможность покомандовать собой. Все равно мы все знаем, кто дома шея, да, кто голова. Но американки, они их строят. Во-первых, они очень требовательные. Американка хочет мужа, который будет обеспечивать ее детей. Короче, она не пойдет за какого-то власть у сантехника. Понимаете, они переборчивые, потому что выбором море. Мужиков море. Куда ни ткни их море, таких, ну, ничейных, одиноких. И, ну, конечно, за хороших мужчин идет такая, та еще конкуренция, идет охота на них. Но мы сейчас говорим об обычных мужчинах. Давайте так, договоримся опять же, опять-таки, что мы говорим не про уродов, не про больных мужчин. Мы говорим про нормальных мужчин, нормальных женщин. Вот, нормальные, обыкновенные, нормальные, это адекватные мужчины. Вот берем их. Американский мужчина вырос в традиционной семье. У него мама-папа, которые родились в цирковых 50-х годах. Они их воспитали очень традиционно тоже. Они своим детям это передали. И они очень семейные. Они хотят видеть жену как маму, как у папы была мама. Она была хозяйкой дома, она была жена, вот, она была мама детям. Она не была там только карьерой, там я вот самое главное, вот я тебя буду строить. Она такой не была. Это уже равноправие. Началось уже потом обучать, ну, все, короче, теперешние мужики вот эти, что помоложе, они все равноправие, они этому не противятся, а их так воспитали. Те, что постарше, они очень любят командовать. Те, что за 50, за 60, они еще с того поколения. Они еще хотят такую женщину, знаете, которая дома будет сидеть, вот, или которая может и на работу будет ходить, но которую можно покомандовать. Вот, и они, и есть еще категория мужчин, которые, короче, им американку очень сложно найти. Это низкооплачиваемые какие-то работники, это иммигранты, которые только грин карту получили, это какие-то лузеры, неудачники, какие-то ленивые, понимаете, больные, вот, алкаши какие-то, которые просто американка и его не хочет. Зачем он ей? Зачем он ей? Если есть море нормальных мужиков, нафига он ей? Вот, американки очень переборчивые. И не поймите меня неправильно. Я не говорю о том, что нормальные мужчины американские не ищут иностранных только какие-то дефективные. Нет, ищут и нормальные, но их очень мало, поверьте мне, их очень-очень мало. Потому что, смотрите, у кого дома есть, кто котируется дома, на кого липнут и так женщины, море женщин, зачем ему искать какую-то иностранку и эти все затруднения, привозить ее и тролливать. Иностранку ищет либо, которая хочет командовать, ну, хочет подчинения, понимаете. А иностранка это самый простой, ну, как бы, проще всего командовать. Она ничего не знает. Она здесь на птичьих правах. Всякие вот такие вот... У меня есть примеры. Успешные мужчины, которые нашли себе иностранку жену, хорошие, нормальные, успешные мужчины. Они есть. Они есть. Я не говорю, что их нет, но их очень мало. Среди той массы их надо искать. Понимаете, а кто же хочет пару лет, пять, там, три-пять лет тратить на это? Берут, что дают сразу, и потом вот проблемы. Вот. Надо искать свое, хорошего. Они есть. Они и на сайтах иностранных есть. Потому что, говорю, те, кто воспитан в традиционных семьях, они хотят такую же жену, жену, как его мама. Он хочет женщину, которая будет заботиться о нем, детей будет выращивать, растить, которые будут ему готовить. Американки мало готовят. Они готовят. Посмотрите на ютюбе миллионы видео, как готовить. Они готовят, но они мало готовят. Вот. Мало, вернее, мало американок готовят. Так как мы, они так не умеют. Вот. Я когда говорила своему другу, говорю, у меня дочка готовит, там, учится, все. Он говорит, она будет хорошей женой. Но он с такой традиционной семьи. У него мама дома сидела, не работала. Но папа обеспечивал. И вот у него, он такую жену себе ищет, понимаете. Хотя он очень клевый мужик. Зарабатывает 300 тысяч в год. Вот. И симпатичный, и порядочный. И все при нем. Просто здесь американки, они нетрадиционные жены. У них карьера. Они хотят работать. Они хотят жить, понимаете. Чего-то добиваться. Они самостоятельные. Потому что это другое время, другое поколение. Вот. И немножко перекос уже пошел в эту самостоятельность. Уже женщина, женщина не чувствует себя. Она наравнима. Она как женщина, как это, мужик в юбке, да. Немножко, я не знаю, легче ли стало женщинам с этим феминизмом. Как сказать, да. Ну ладно, это другой вопрос. Вернемся к нашим баранам. Мужчина, который ищет иностранку жену, он думает, что жена будет ему подчиняться. И он очень-очень сильно ошибается в этом. Ну иностранка жена. Потому что, например, азиатки, ой-ой-ой, им палец в рот не клади. Они только такие, знаете, хорошие пока его не окольцуют. Они такие покладистые. И потом я где-то читала, что жена Тайка мужа немца избивала. Где муж немец, а где маленькая Тайка, она его избивала. Короче, они такие, они хитрые. Они такие, короче, они умеют их окольцевать. Азиатки с мужиками делают, вытворяют такое. Они прям как это, знаете, теленок на поводке с ними. Мы так не умеем. Мы вообще так не умеем. Мы такие, думаем, что мы самые такие, знаете, востребованные. Вот, а они очень-очень умные. Они такие, палец в рот не клади. Я это все наблюдаю, я вижу. Вот. Американский мужчина, он хочет поддерживать женщину. Он хочет ее, ну как, быть мужчиной для нее. Но американка, она самостоятельная, она самодостаточная. С одной стороны, это хорошо, потому что что-то случится, не дай Бог, что-то, она спокойно может от него уйти. Ну и что? Есть муж, нет мужа, я сама и сама проживу. Вон я сама живу, и ничего мне не делается нормально. Живу как ж... Ничего, у меня нету никаких минусов в моей жизни. Спокойно живу с удовольствием, понимаете? Точно так же и любая американка думает. И поэтому американцы знают, что если что-то не так, она возьмет, его чемодан спакует, выставит за дверь, и все, гудбай. Вот, она без него проживет. И некоторых мужчина-то, ну как бы, унижает, да? Ну привет вам за все столетия, тысячелетия унижения женщин. Вот это так как бы карма аукается. Ладно, шутки в сторону. Американцы думают, что вот славянские женщины, будем говорить славянские женщины, чтобы проще было понять, о ком, да, наши женщины. Они покорные, они знают свое место, они нетребовательные. И когда приезжает сюда женщина наша, в половине, как минимум, случаев, вообще он просто, он в шоке. Смотрите, разводов, браки с иммигрантками, разводы 50, там даже чуть-чуть больше, 50% с иностранками. Развод с иммигранткой, ну с иностранкой. Потому что она хорошая-хорошая, пока документы получит, а потом уже все, чао. Такие, да, есть очень много таких. Потому что выбирает первое попавшееся, она не ищет, она не тратит время найти своего мужчину, который подходит ей, которому подходит она, с которым все хорошо. Не надо его не переделывать, не подстраиваться. Это половинка своя, но это же надо работа. Труд, это труд такого найти, кому хочется. Хочется сразу же Америку, да. Вот, и потом разводятся. Потом здесь на местах уже ищут такого, знаете, нормального. Вот. Тоже, в принципе, тоже выход. Ну, я такое не приветствую, не поддерживаю. Очень часто жалуются американские мужчины, что наши женщины неблагодарны. Они все воспринимают как должное. Вот он ей купил то, он ее повел в магазин, она даже не поблагодарила. Вы знаете, это проблема миллениалов, я бы сказала. Все-таки люди постарше женщины, они не так воспитаны, они более благодарны. Они прожили, они прошли 90-е, да. Вот, они, кто и советский совет вспомнит, они благодарны за то, что у них есть хорошее. А молодежь, им все как должное, давай, вот, давай, ты мне должен. Никто никому ничего не должен. Никто. Вот. И очень многие просто неблагодарны. Это, кстати, не только в отношениях, проблема отношений. Это везде, даже в ресторане тебя обслуживают, и тебе, ну, как бы неблагодарны даже твоим чаевым. Ну, например. Вот, я свидетель, со мной такое было и не раз. Вот. В Украине сколько было такого. Чуть не в каждом втором ресторане такое отношение к клиенту. Вы мне должны, не я вам, а вы мне. Вот. Понимаете, я-то, говорю, это проблема молодежи. Очень трудно вам придется по жизни, потому что американцы, они не такие. Они ценят, когда ты что-то им делаешь или даешь. Они это ценят, потому что они сами очень много дают. Они сами, а когда ты даешь, и тебе никто не, ну, не, не благодарен даже. Никакого, знаете, отзыва, сколько ты будешь давать. Один, два, и все. Потом скажешь, да пошли вы. Вот. И американцы сами очень много делают для других. И они ждут, ну, как ждут, не то, что ждут, но это как бы нормально, что человек, ну, спасибо, там, благодарность какую-то выражает хотя бы, ну, на словах. Вот. А наши нет. Нашим все как должное. Наша в ресторан, после ресторана, она за ужин не поблагодарит, ну, например. Ну, понимаете, о чем мы. Вот. И ты мне должен, ты должен меня одевать, ты должен мне машину купить, ты мне, ты мне должен. Ну, тут у нас, у нас такая черта есть. Вот. И американцы, это не я заметила, это американцы, ну, вот, что писали про наши, вот я пересказываю. Я об этом, знаете, я как-то об этом не задумывалась. И вот, когда начинаешь такое слышать, ну, узнавать такое, начинаешь задумываться, действительно, оно так и есть. Вот, так и есть, к сожалению. Знаете, в Америке иностранки приходится, ну, вот, парам американец и иностранка, там есть проблемы, которые, вот, кто-то думает, что вот язык, это первое, это самая большая проблема, номер один. Ну, могу вас обрадовать или разочаровать, не знаю, это не самый большой из зол. Самая большая проблема в таких парах, это разность культур, разность культур. Мы воспитаны совсем, мы воспитаны на Иван Васильевич Минят профессии, да, ну, например, мы выросли на этих, на этих, на наших фильмах, на нашей музыке, на, ну, на другой культуре. У них совсем другие шутки, а мы не понимаем их шутки, их игру слов, фразы какие-то, ну, вот, идиомы какие-то, обороты, мы этого не понимаем. Можно, конечно, со временем выучить, вот, но есть различия культур. Ну, вот, например, один, один такой пример. У нас на день рождения, ну, вот, именинница, она там до ночи стругает эти салаты, торт выпекает, короче, бегает по магазинам, сидит, потеет на кухне, там всех кормит. Вот, а в Америке именинник ничего не делает, ему покупают, друзья, торт, ему устраивают вечеринку, понимаете, а что ему надо в свой день, в свой праздник ещё пахать? Понимаете, они не понимают, как это, ты сама сделала на свой день рождения торт. У них, у них это в голове не укладывается. Как можно свой день, когда вот мой день, я ещё буду пахать? Понимаете, вот это разный менталитет, мы, мы, мы похожи, но мы очень разные. Потом, например, я помню, как я с американцем была у моей тёти с дядей в гостях, и он уже покушал, он уже всё, ну, он не пьёт, его заставили пить. Он уже наелся, он уже всё, уже всё, она ему ещё кладёт на тарелку. Он говорит, всё, я больше не могу, она, будешь, будешь, можешь. И вот, понимаете, нету такого, ну, конечно, хочется и накормить, и напоить, ну, гостеприимство прям прёт, ну, мы такие. Вот, а у них такого, ну, не хочет, всё, его нет, это нет. Он захочет, сам возьмёт. Они очень, понимаете, если вы приходите в гости, вам предлагают что-то, вы из деликатности отказываетесь, всё, будете в пролёте. Вам второй раз не предложат. Поэтому надо немножко хотя бы взять, хотя бы чуть-чуть, даже если вы не хотите. Потом вы можете захотеть, и всё, поезд ушёл. Короче, они не настаивают, они самостоятельно. У каждого им право имеют кушать ему, не кушать, пить, не пить. Предложили, нету, 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 вот, и всё. Очень много таких всяких расхождений, и думать, что вот, и некоторых это обижает, наших, наших женщин, как это, вот. Потом разность, конечно, в еде. Сколько раз было, сколько раз читала, что она там наготовила, какие-то общие было, американцы собирались, она принесла что-то, и никто её еду не ел. Потому что они просто не привыкли к такому, у них разное предпочтение в еде, они просто не знают, что это такое. Понимаете, им лучше купить в магазине торт или печенье и просто принести. Вот, это у нас такое не проходит. У нас на пикник, если кто-то такой приносит, там, курицу, там, с магазина или торт, на это уже так смотрят, знаете, ну, непонятно. Мы привыкли что-то такое изумительное, да, что-то приготовить, вот, у них не так, они бутерброды с икрой понесёте, ну-ну, домой, потом домой будете забирать. Но не едят такое, я уже, я уже тоже носила такое, не с икрой, правда, а с лососем, ну, такие, канапе. Моё счастье было, что их было мало, вот, их, кто любит, там, рыбу такую малосольную, те кушали, а так бы оно бы стояло, я бы домой занесла. А кто поприносил, там, копчёное мясо такое, ну, всякое разное, там, грильные, всякие крылышки куриные с ресторана просто, они все улетали. Даже эти мясные такие котлетки, шарики, как они по нашему, тефтельки, митболс в соусе, они все улетали, потому что это привычная еда, поэтому, хотите, ну, вливаться, ну, готовьте американскую еду, чтобы не было хотя бы в еде таких больших контрастов. Да, немножко можно приучать его к своей еде, но вот не перестраивать конкретно, потому что, ну, сами вы, если вы, например, покинете, вы идите замуж за какого-то там китайца, и вас будут только китайской едой кормить, что это? Вам же хочется своей, то, что вы привыкли, а они тоже точно так же, вы ж не будете кушать, даже они вам будут предлагать эти тухлые яйца, год лежали в земле, это деликатес, но вы ж не будете их кушать, или ласточки на гнёздах, да, вы к такому не привыкли. А для них это деликатес угостить дорогого гостя, понимаете? Ну, вот просто пример, залезьте в шкуру этого американца, как и мы, да, вот, поэтому, когда он к вам в гости приезжает, вот вы готовите что-то и из их кухни приготовьте. Я старалась, я вот как у вас, делаю своё, ну, ещё и твоё, понимаете? Ну, вы поняли. Есть такая разница у нас, и это может быть проблемой, к удивлению некоторых, это разность городов, размеров городов, тогда как у нас дома, всё очень рядом, прошёлся там остановку, проехался ты уже в кинотеатре, две остановки ты в магазине, всё рядом, да, маленькие, маленькое расстояние города, там, ну, всё рядом. В Америке нет, в Америке везде надо на машине ехать, вот, и некоторых это раздражает, что вот как это там, мне нужна, во-первых, ей нужна машина, уже потому что, вот, например, в магазине, если самой ехать, ну, не всегда же будешь мужа таскать с собой куда-то, что-то поехать. Смотрите, это уже минус, американка у неё машина 16 лет, да, права там, ну, скажем, вот, она везде, она самостоятельная, здесь уже такой недостаток, говорю, жена иностранка-то совсем не всегда хорошо, ну, так, прелесть такая, знаете, миф, я просто вам рассказываю, есть плюсы, очень-очень много, но я просто хочу, про плюсы мы и так знаем, а вот минусы, чтобы вы просто реально посмотрели, и вы будете понимать, американцы почему так относятся, как они относятся к женщинам, потому что они всё это просчитывают, понимаете, то, что вы можете не знать, он же это всё просчитывает, у него бюджет, он знает, что вот на эти деньги надо жене машину купить, страховку купить, детям там тролливали её, если она своими детьми, её детей в школу надо, им страховки надо, им надо одежду, им надо в школу, школьные вещи, им надо отдельную комнату, им надо всё, понимаете, у него же всё в голове, Потому что они живут по бюджету Не так, как мы Вот Поэтому Некоторые думают, что вот он жадный Нет, он не жадный Он просто считать не умеет бюджет Он в школе Короче, у них даже в школе есть Классы можно брать бюджет Как планировать бюджет Они в теме, они каждый год подают Налоги, они видят, сколько они зарабатывают Сколько остается Понимаете, здесь не дешево жить Вот, все стоит денег А жена иностранка, это не дешевое удовольствие Ну, иногда Не знаю, как сказать иногда Не иногда, но довольно часто Американцы думают, что вот привезу я Жену иностранку И она будет ценить меня Ценить за все, что я ей даю Я ее тут осчастливлю тем, что Билетом в Америку И Ну, вот такое Отношение есть, я такое сама Наблюдала Несколько раз И очень много о таком читала Но говорю опять-таки Надо выбирать Надо подыскивать нормального мужчину А не вот такого Понимаете, есть такое отношение Увы, к сожалению У многих американцев есть Я ее привезу в Америку Она должна мне ноги целовать А еще было, что И его семья Как в каком-то видео О предыдущем Одном из предыдущих Там у меня плейлист Мужчина и женщина, по-моему Там есть видео про Эти Браки такие Как он еще И ее семья Его Ее избивала Унижала Что он тебя привез в Америку Ты радуйся Представьте себе Дурдом Еще хочу обратить внимание На такую вещь Что вот когда Американцы Они довольно рано уходят С семьи 16-18 лет Там кто как Но они сохраняют Очень тесную связь С своей семьей Очень часто Они ездят На воскресенье Выходные проводят с семьей Так что вам надо Приготовиться к тому Что вы будете Активно Вовлечены В это мероприятие Кэш Китеньки Моя Китти Приперся Спала-спала Пришла И вы будете Ну они Хороший плюс Большой плюс в том Что в основном Американские семьи Хорошо принимают Ну Жен Своих детей Сыновей Потому что Все воспитанные Очень Он живет отдельно Все Как это Самостоятельные Он сам знает Что ему делать У него родители Знают что им делать Понимаете Они на него не давят Вот как у нас Как еще и хвалятся Тем что он Что она там Женщина Разбила семью Это Сына Жену Типа От него Я это Наблюдала Не раз В Украине И миллионы раз Читала Это Это Какой-то Бич наш Вот Мама У сына Делает все Чтобы сын Вбросил свою жену Что это Здесь такого нету Здесь наоборот Поддерживают Помогают Даже если она Им не нравится Это его Его право Его жизнь Он с ней живет Он знает Что ей делать Она при чем здесь Мама Вот Она тут сбоку Припек Вот Почему Что семья Семья не вмешивается Обычно Не вмешивается В Даже когда Там какие-то Проблемы Они Это Ваша Ваша Жизнь Сами Соберешайте Вот Некоторые Или многие Не знаю Американцы Думают Что мы Все Там Алкаши Мы Короче Мы Страдаем Алкоголизмом И Они Как бы Стараются Не допустить Чтобы Женщина Выпила Вот Ну Потому что Сорвется А вдруг Алкоголичка Была Алкоголичка Сорвется И потом Опять Запой Ну Были Такие Курьезные Случаи Когда Там Прям С Негодованием Или Там С удивлением Там Посматривали На девушку Которая Бокал Вина Захотела Выпить Понимаете Они Думают Что Вот Мы Алкоголики Конечно У нас Алкашей Море Вот Нет Дыма Без Огня Вот Но Вот Такое Тоже Нюанс Есть Поэтому Это Надо Сразу Говаривать Я Пью Social Drinker Ну Типа Иногда Там На Какой-то Вечеринке Бокал Вина И Все Это Иногда Да Очень Очень Редко Это Иногда Я Ну Например Скать Да Я Выпиваю Там Три Раза В Год Очень Редко По Праздникам Вот И Это Желательно Сразу Им Своё Отношение К Алкоголю Сказать Это Заберёт Очень Ну Проблемы Некоторые Вообще Потому Что У них У них Бытует Такое Мнение Что Мы Все Алкаши Вот Мы Все Алкоголики Хочу Заметить Еще Один Нюанс Наши Девушки О Внешности Наши Девушки Порой Доходят Свою Красоту Доводят До Она Ограничит С Красотой Так Сказать Девушек По Вызову Вот Когда Вы Сюда Приедете Если Вы Не Хотите Чтобы На Вас Смотрели Как На Девушек По Вызову Умерьте Свои Всякие Оголенности Притаренности Здесь Так Не Ходят Вот И Это Может Отпугнуть Американцы Потому Что Они Здесь Я вам Говорю Здесь Ну Молодежь Да Отрываются Там Синие Волосы Там Рваная Одежда Такое Но Даже Там Нет Такой Открытой Сексуальности В одежде Понимаете Здесь Одежда Довольно Простенькая Вот Она Она Только Вот На Звездах Такая Знаете Такая Здесь На улице Так Не Выйдешь На Тебя Будет Просто Вся Улица Смотреть Ну Все Потому Что Так Не Ходят Американкам Не Надо Это Понимаете У Нее Она Ухоженная Она Ухоженная Но Она Не Доводит Себя До Такого Она Не Выглядит Как Девушка По Вызову Понимаете Потому Что Она И Так Знает Что Она Конкуренто Способна Зачем Это Вот Вам Надо Быть Такими Как Американки Американка В основном Одевается Для Себя Иногда Там Дресс Код Есть На Работу Или Куда На Какое Мероприятие Но В основном Она Одевается Для Себя Не Для Восхищения Каждого Мужчины Который Там В Округе Километра Да В Радиусе Километра Вот Но Это Может Быть Проблемой Потому Что Да С Одной Стороны Он Хочет Чтобы Его Жена Красиво Выглядела Там Красивые Волосы Там Красиво Одевалась Но Он С Он Скажет Ей Переоденься Когда Там Все Как Понимаете Америка Это Такое Консервативное Общество Здесь Здесь Мало Где Ну Разве Что На Какую То Вечеринку Где То Знаете Вот Так Вот В Клуб Какой То А Так Может Быть Проблемой То Что Вы Хотите Очень Очень Там Сексуально Выглядеть Одеваться Это Может Быть Проблемой Говорю Это Так Здесь Не Делают Но Нормальный Мужчина По крайней Мере Нормальный Мужчина Он Не Хочет Такую Жену Он Хочет Красивую Но Чтобы Это Было В Рамках Приличия Это Понимаете Ее Вид Внешний Вид Поэтому Тоже На Это Надо Обращать Внимание И Вот Мы Подходим Ко Второй Части Видео Вот Мы Сейчас Говорим Правда Про Американских Мужчин Наших Славянских Женщин Про Отношения Вот Например Девушка Ищет Себе Американцев И Что Она Пишет В Этом Как Она Себя Позиционирует Почему Так Трудно Найти Нормального Мужчину И Знаете Это Не Только Это Касается Не Только Наших Женщин Это Вообще То Тема Любых Отношений Женщины И Мужчины Смотрите Она Пишет Я Хочу Там Заботливого Успешного Богатого Красивого Да И Перечисляет Все Такие Положительные Качества А Мужчина Сидит Себе И Думает Вот Мужик Я Скажем Американец Да Я Открываю Сайт Знакомств Славянских Женщин И Там Их Тысячи Тысячи На Любой Вкус На Любой Цвет Вот И Одна Крашит Другой И Каждая Себя Уже Прям Ну Конкуренция Есть Выбор Есть Вот И Кого Он Хочет Выбрать Да Они Конечно Сразу Они Они Клюют На Внешность Это Даже Не Обсуждается Но Он Жене Только На Одну Западает Он Жен С Несколькими Да Он Выбирает Себе Десять Женщин И Все И Успешного И Доброго И Щедрого И Богатого И Красивого Вот И Умного А Что Ты Можешь Ему Предложить О чем Я Умею Готовить Да Готовить Любая Из Этих Женщин Умеет На этом Сайте Понимаете Я Заботливая Любая Из Заботливая Вот Что Конкретно Я Умная У меня Там Высшее Образование Три Четверти Населения Советского Союза Высшее Образование Или Две Третьи Вернее Вот Чем Ты Отличаешься От Других Что Тебя Ставит Выше Других Почему Он Должен Выбрать Тебя Понимаете Тут Интересное Начинается Смотрите Вот Она Пишет Что У нее Хорошая Работа У нее Квартира Есть У нее Образование Сколько Женщин Напишут То же Самое Могут То же Самое Предложить Море Море Понимаете Она Хорошая Любовница Поверьте Мне Любая Жрица Любви Даст Вам Такую Фору Вот Ему Дешевле Вызывать Себе Женщину Чем Вот Жениться И Обеспечивать Жену Понимаете Это Это Не Что То Из Ряда Вон Выходящее Понимаете Такие Умения Вот Что У вас Такого Уникального Что Вот Американский Мужчина На вас Западет Я Я не хочу Никого Обидеть Я хочу Просто До вас Донести Ну Как бы Реалии Реалии Вот Чтобы Вот Вы Ответите Мне На этот Вопрос И Мы Мы Поймем Мы Все Поймем Вот Что Особенного Есть В вас Чего Нет У Американок Например Или У Других Женщин Наших Славянских Которых На Тех Сайтах Море Тысячи И сотни Тысяч Возможно Вот Чем Вы Отличаетесь Чем Вы Его Возьмете Понимаете Вот Что Вы Можете Такого Уникального Предложить Американцу Которые Не просто Какой-то Там Голодьба Какой-то Лузер Там Какой-то Старый Больной Какие-то Проблемные Какой-то Понимаете А успешному Хорошему Красивому Доброму Духовному Достойному Мужчине Это же Отношение Это же Обмен Это же Обмен Каждый Что-то Дает Каждый Что-то Берет Это Обмен Это Не игра В одни Ворота Да Это Обмен Что Вы Взамен Можете Дать Уют Рестораны Открыты На каждом Шагу Готовить Особо Не надо Убирать Здесь Копейки Стоит Кого-то Нанимать Какой Ему Еще Уют Надо Шторки Шить Понимаете Что Такое Уют Вот Уют Это Тоже Не Катируется Особо Правда Вот Если Начать Разбираться Что Можно Дать Достойному Успешному Мужчине А Я Знаете Если Вы Умеете Находить Мужчине Что-то Хорошее Этим Восхищаться Слушать Слушать То Что Он Говорит С Вниманием И Восхищением Вникать Понимаете Не только Слушать А вот Не только Слышать А слушать Вот Находить Что-то Хорошее В нем На подвиги Его Вдохновлять Понимаете Так Не каждая Женщина Может Не Каждая Этим Будет Об этом Париться Понимаете Успешный Мужчина Хочет Видеть С собой Рядом С собой Женщину Которая Будет Его Ценить Оценивать Не просто Дай мне Денег Я пойду На шопинг Она Оценит Его Умения Его Его Амбиции Его Какие-то Стремления Она Она Будет Понимать Сколько Он В это Вкладывает Работы Что Это Не просто Вот Он Пришел Ушел И Деньги Появились Понимаете Она Живет Его Делами Она Его Вдохновляет На это Она Его Поддерживает Понимаете Это Очень Редко Сколько Женщин Это Только Вот За Каждым Великий Мужчиной Стоит Великая Женщина Ее Не Видно Но Она Она Такая А Великий Мужчина Этот Успешный Богатый Мужчина Зачем Ему Какая-то Женщина Которая Будет Ему Готовить Уют Делать Рожать От Него Так Любая Может Понимаете Знаете Когда Вы Умеете Создавать Хорошее Настроение Быть Веселой Уметь Соглашаться Не то Чтобы Быть Покорной А уметь Соглашаться С Человеком Уметь Давать Ему Возможность Принимать Решение Ну Надо Вы можете Его И за него Решить Но пусть Это будет Его решение Понимаете Вот Он должен Себя Чувствовать Мужчиной Понимаете А не просто Там Она Не знаю Она Уют В доме Делает Конечно Если Вы умеете Супер Клево Готовить Вот Но с другой Стороны Успешный Мужчина Сколько Стоит Нанять Шеф Повара Какого То Не так Уж И много Вот Наверное Дешевле Чем Жене Шоппинги Обеспечивать Вот Понимаете Мужчина Которым 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 Вы Восхищаетесь Которого Интересы Вы Принимаете Его Поддерживаете И Вы Не только Поддерживаете Вы Как бы Как бы Это тоже Это Стоит Частью Ваших Идей Понимаете Частью Ваших Стремлений Вот Это Партнер И Как бы Ну Как Товарищ Понимаете Это Не просто Жена Она И друг Очень Многие Женщины Они Просто Мужчин Требуют Дай Мне Вот Ты Мне Обязан А Чем Кто С Какой Стать Он Что Вам Сказал Он Магазин Там Журнал Это Косм Мога Вот Кто Сказал Что Мужчина Кому Что Обязан Я Вообще Этого Не Понимаю И Женщина Никому Ничего Не Обязан Вообще Никто Ничего Никому Не Обязан Каждый 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 Делает Потому Что Он Сам Хочет Так Делать Ну Либо Его Конечно Принуждают К Этому Но Вот Никто Ничего Никому Не Обязан Мужчина Не Обязан Обеспечивать Там Кого То Жену Брать Чтобы Ее Там Обеспечить Понимаете Не Ну Конечно Он Он Будет Нормальный Нормальный Мужчина Он Ответственный Вот Если Такого Что Вот Он Должен Потому Что Он Я Вот Такая Он Мне Должен Понимаете Он Успешный Богатый А Вот Я Такая Ты Мне Должен Короче Забудьте Это Все Если Вы Хотите Хорошего Богатого Успешного Умного Умного Понимаете Знаете Когда У вас Есть Такое Умение Наслаждаться Жизнью Наслаждаться Каждой Минутой Всем Что Ценить Вот Ценить То Это Мужчина Что То Предлагает Или Вообще То Что Вы Имеете Вы Любите Жизнь Вы Наслаждаетесь У вас Вы Позитивный Человек Такое Очень Притягивает Вот Не Просто Дурачок У меня Все Хорошо А Человек Который Веселый Добрый Позитивно Настроенный Который Не Ноет У него Выбор Море Сотни Сотни И Сотни Женщин Зачем Ему Выбирать Какую-то Такую Женщину Которая Ей Все Обязаны У нее Еще Всегда Плохое Настроение Голова Болит Понимаете Зачем Ему Такое Вот У него Достаточно Этого На работе Он Хочет Прийти Домой И Жить Наслаждаться Жизнью Понимаете Морально Ну и Физически Вот Он Ему Он На работе Занят Он На работе Если Он Находит Такую Женщину Которая Будет Понимать И Поддерживать Которая Будет Будет Ему Всегда Рада Знаете Всегда Ну Не то Что Вот Тапочки Ему Приносить Я Не Об Этом Говорю Я Говорю Чисто Человеческих Отношениях Понимаете Если Вы Можете Предложить Человеку Душевную Ну Как Это Это Счастье Это Ну Эти Все Вещи Это Составные Счастья Вот Можете Вы Ему Предложить Сами Подумайте Как Вы Относитесь К Мужчине Ты Мне Должен Или Вы Его Цените Вы Им Восхищаетесь Мужки Им Надо Говорю Им Нужен Секс Это Номер Один И Второе Им Нужно Восхищение Восхваление Ты Самый Лучший Ты Самый Вау Мамы В детстве Не дохвалили Понимаете Им Хочется Кому-то Что-то Постоянно Что-то Доказывать Вот Их Надо Постоянно Под Их Надо Поддерживать Восхвалением Ну Не то Что Знаете Вот Ну Не знаю Ну Не как Сталина Там Культ Личности Да А Его Надо Но Его Надо Хвалить И Поддерживать Ты Молодец У Тебя Не Получилось Ничего Получиться На Следующий Раз Поддерживать Быть Быть С ним На Одной Волне Им Им Восхищаться Они Хотят Этого Восхищения Понимаете Не просто Лезть Потому что Лезть Никто Не Любит Она Один Раз Проскочит Второй Потом Все От Вас От От Вернуться Это Унижает Когда Ему Льстят Это Вранье Он Думает Так Ага Я Плохой Она Просто Хочет Мне Сделать Приятно Понимаете Поверить Что Этот Мужчина Поэтому Надо Искать Нормальных Вот Если Найдете Своего Мужчину Им Очень Легко Восхищаться Понимаете Как Говорю Это Это Палка Дух Концах Вот Находите Своего Мужчину Которым Вы будете Иметь Зачем Восхищаться В нем Вот За что Его А Можно Много Чем Восхищаться Понимаете Ты Такой Умный Я Даже Как Не Думала Вот С ними Легко Они Как Дети Они Они Тщеславны И они Неуверены В себе Поэтому Они Очень Неуверены Они Не Такие Как Мы Женщины Мы Такие Я Вам Скажу Что Самые Такие Смотрите Королевы Как Они Правят Они Такой Жесткой Рукой Маргарет Тэтчер Они Все Такие Женщины Очень Жесткие Бывают Очень 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 Жесткие А Мужики Они Не Неуверены В себе Они Такие Ну Бывают Конечно Бывают Всякие Ленин И Сталины Не Ну Вообще Ну Там Тоже Это Другая История Но Мужчины Очень Неуверены В себе Поэтому Их Надо Постоянно Поддерживать Женщина Которая Поддерживает Мужчину Он Ее Никогда Не Бросит Зачем Ему Потому Что Другая Так Не Будет Вот Поддерживать Его Его Хвалить Постоянно Хвалить Постоянно Они Тащатся Они Но Это Надо Делать Говорю Искренне Находить Вещи Которые В нем Нравятся Поэтому Ищите Нормальных Мужчин В которых Много Привлекательного Для вас Вот И Всегда Их Надо На Постамент Ставить На Постамент Не Надо На него Молиться Но Чтобы Он Знал Что Он Царь Бог Вот Надо Ну Это Никогда Такую Женщину Никто Не Бросит Бросает Тех Кто Тапочки Приносит Понимаете Которые Будут Его Ублажать Которые Покорно Которые Знают Сво Место А Такая Которая Им Восхищается Она Может И Возразить Она Может И Не Согласиться Потому Что Она Видит Что Это Не В Потому Что То Что В Его Интересах Это Также В Е Интересах Понимаете Поэтому Если Вы Можете Предложить Мужчине Успешному Такое То Конечно Вы Будете Котироваться Конечно Вас Будут Ставить Выше Вот Знаете Благодарность Это Такая Вещь Которая Которая Мало У кого Есть Надо Быть Благодарны За Самые Мелкие Вещи За Самые Маленькие Букетик Цветов Он Потом Перерастет Большой Букет Потом Еще Какие Подарки И Больше И Больше Начинают С Маленького Вот Они Так Можно Человека Так Подсадить На Это Благодарность Что Ему Захочется Давать И Делать Больше Понимаете Надо Благодарить За Все Сделал Помыл Посуду Какой Ты У Мне Хороший Мне Так Хорошо Мне Я Устала Ты Ты Мне Помог Немножко Полежать И Отдохнуть Я Так Рада Так Спасибо Тебе Ну Конечно Не Такими Словами Какими У Вас За Все Благодарите Вывел Собаку Погулять Ой Какой Ты Хороший Заботливый Чаю Сварил Тоже За Все Надо Благодарить Они Говорю Они Тщеславны Их Не Дохвалили Вот А Благодарность Это В принципе Похвала Потому Что Вы Говорите Что Он Что Хорошее Сделал Какой Он Молодец Вы Благодарны Он Сделал Хороший Поступок Знаете Когда Вы Что Кому То Делаете Хорошее Или Какой То Донейшн Даете Вы Так Хорошо Себе Чувствуете Вы Это Делаете Фактически Для Себя Чтобы Себя Хорошо Чувствовать Кому То Что Помогли За Кого То Заступились Что То Сделали Хорошего Я Так Мужчины Этими Мужчинами Как Цеган Солнцем Крутят Вот Но Мужик Никогда Не Примет Потому Что Они Его На Пьедестал Ставят Понимаете Ну Конечно Не Надо Из Всего Делать Это Как Это Злоупотреблять И Надо Говорю Надо Искать Такого Мужчину Которым Есть За Что Есть Чему Восхищаться В нем Тогда Очень Легко Все Будет Вот А Можете Быть Плохим Для Себя Правда Вы Для Себя Самый Хороший А Ваша Вторая Половинка Такая Же Хорошая Как И Вы Поэтому Ущите Своего Мужчину Свою Половинку Многие Еще Не Хотят Связываться С Начинающими Мужчинами Ну Как Бизнесменами Они В них Не Верят Вы Знаете Все Бизнесмены Когда Начинали Точно Так И Понимаете Надо Доверять Мужчине Верить Мужчине Верить В его силы И его Подбадривать Понимаете Вот Надо Ему Доверять Но Это Очень Тяжело Когда Конечно Многие Из Нас Прошли Там Предательство И Обманы И Очень Тяжело Доверять Людям Вот И Тяжело Я Вот Никому Не Доверяю Тяжело Действительно Тяжело И Когда Вот Например Тебе Доверяют Ты Оценишь Правда Если Мне Кто-то Доверяет Я Знаю Что Я Блухого Человеку Не Сделаю Вот Если Мне Доверяют Я Я С Такими Людьми Мне Проще Общаться Например Ну У Меня К ним Совсем Другое Отношение Вот И Я Думаю Так Мужчина Если Женщина Ему Доверяет У Них Доверие Это Вообще То Я Считаю Что Доверие Это Самая Высшая Точка Любви Вернее Любовь Это Это Как Самая Высшая Точка Ну Это Это Доверие Вот Это Доверие Ну Да И Вот Тяжело Вот Доверять Да Вот Поэтому Потом Очень Если Вы Умеете Принимать Мужчину С Его Достоинствами И Недостатками Вот Потому Что Все Мы Не Без Изъяна Так Сказать У Каждого Есть Какие-то Недостатки Если Вы Можете Так Его Принимать Таким Каким Он Есть Вот И Он Это Тоже Будет Ценить Потому Что Сколько Женщин Так Делает Очень Мало Все Хотят Принца На Белом Коне Понимаете Все Хотят Идеальных Идеального А Этих Идеальных Мало Они Все Разобраны Уже Между Прочим Ну Почти Все Вот Один Для Меня Остался Вот Я Там Таких Мало Поэтому Надо Принимать Мы Мы Же Хотим Чтобы К Нашим Недостаткам Нормально Относились Нас Принимали С Нашими Достоинствами И Недостатками Так Надо Так Также Делайте С Мужчиной Надо Принимать Его Таким Каким Он Есть Вот Нос Большой Ну И Большой Кстати Большой Нос Это Очень Даже Положительные Я Читала Статистику Вот Исследование Так Сказать Я Уже Не Помню Где Короче Исследование Показало Что Мужчины И Женщины С Длинными Носами Самые Успешные Самые Не Успешные Это Курносые Маленькие Носы Но Это Не Все Так Не Сто Процентов Конечно Есть И Китайцы И Знаете Я Потом Начала Смотрела Картины У меня Книг Несколько Там Про Картины Галереи Такое Вот Я Смотрю Картины Портреты Они Все Носатые У них Все Такие Шнобели Как У меня Они Носатые У них У всех Большие Длинные Носы Ну Длинные Или Просто Большие Узкие В основном Узкие Но Короче Длинные Носы И Вот Мужчина С Большим Носом Я Не Знаю Мне Всегда Как-то Носатые Больше Нравились Даже С Горбинкой Ничего Нормально Вот Например Он Считает Что Это Его Недостаток А Кому То Это Наоборот Нравится Вот Или Там Очкарик Я Например Тащуся В Очкариках Вот Я Знаю Они Все Мои Друзья Все Так Комплексовали Что У них Очки А Я Говорю Наоборот Это Так Привлекательный Мужчина В Очках Я Лично Мне Нравится Вот И Это Если Принимаете Его Я знаю Но Недостаток Плохое Зрение Ну Что Сделать Не Все Могут Его Исправить Хирургическим Путем Не Всем Можно Вот И Плохое Зрение Приходится Носить Очки Я Один Вообще Читал Боялся Очки Одевать При Мне Читал Вот Так Наклонился Прям Вот На Книгой Так Читал Над Листом Бумаги Так Читал Близко Потому Что Не 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 Рискнула Детечки Какой-то Странный Очкарик Я Знаю Он Потом Я Его Видела В Очках По Работе Так Классно Было Ему В Очках Он Читал Это Недостатком Я Например Мне Только В Радость Ну Вот Принимаете У него Такая Челюсть У него Зубы Не так И не в ту сторону Да Вот Ну и что Ну Недостаток Или Какая-то Другая Физическая Недостатка Ну Все Мы Люди Знаете Это Такое Это Можно В Знаете Если Знаете Самый Лучший Критерий Как Оценить Мужчину Вот Самый Правильный Самый Самый Простой Представьте Его Без Ничего Без Его Машины Без Его Дома Без Его Бизнеса Без Ничего Без Его Протых Не знаю Прибамбас Вот Он Стоит Один Простых Футболка Джинсы И у него Ничего Нет И вы Его Знаете Вы Его Натуру Знаете Его Достаток Жизни Вот Нужен Вам Этот Мужчина Таким Как Он Здесь Есть Ну То Что Он Пойдет Работать Это Понятно Что Он Потом Ещё Наживет Себе И Машину И Тролевали Но Вот Нет У Ничего Вот Нет Вы Захотели С Ним С Его Душой С Его Характером С Таким Мужчиной Жить Вот Потому Что Потерять Всё Можно Так За Одну Ночь Мы Это Мы Уже Проходили В Советском Связи Не раз Когда Всё Потеряли Да Это Очень Просто Закроют Банковский Счёт Ну И Что И Были Деньги Нет Денег Обанкротился Человек Понимаете Надо Восхищаться Не Тем Что Он Имеет А Тем Кто Он Есть Что У Него Что Он Выработал Своим Своим Ну Его Характер Вот Я Помню Мне Писал Когда Я Переписывалась С Мужиками С Американцами И Один Мне Какой-то По-моему Он Даже Латинус Был Но Так Не Очень Похож Но Немножко Что То Есть И Он Мне Пишет У Него Там Машина Такая У Него Лодка У Него Дом У Него Там Какой Том Меджет Ски У Него Еще Что И Так И Хотелось Его Спросить А Что Еще У Тебе Есть Вот И Это Он Себя Он Не Себя Хвалит Какой Он Что Он Там Любит Как Он Что Он Знает Что Предпочтение Понимаете Если Он Говорит Что Он Любит Горные Лыжи Там Или На Мотоцикле Ты Уже Понимаешь Ага На Лыжи Значит У Него Есть Деньги На А То Что Забери У Него Эти Машины Этот Катя Что У Него Останется Нолик Без Палочки Если Вы Себе Цените Только Красоту И Говорите Я Такая Красивая Поэтому Меня Выбирайте Я Могу Тебе Предложить Свою Красоту И Молодость Не Обманывайтесь Красота И Молодость Проходят Я Тоже Была Молодая И Намного Красивее Оно Все Проходимо Ну Проходяще Проходимо Вот Это Это Так Это Чтобы Завлечь Ну Это Не Чтобы Удержать Понимаете Вот Сколько Говорят Вот Море Красивых Женщин Вокруг Он Женился На Какой То Серой Мышке Вот Поэтому Женился Потому Что Она Видит В Нем Его Она Им Восхищается И Его Поддерживает Понимаете Если Вы Говорите Что Вот Я Умная У Я Умная Начитанная Тролевали У вас Отношения И вот Если Вы Вот Это У вас Номер Один Он Меня Долж Ну Он Меня Я Могу Это Предложить Я Умная Такая Же Как Он Я На Его Уровне Умная Тогда Ваши Отношения Будут Строиться На Равных Вы Не Будете Вы Будете Как Б Понимаете Вы Будете Как Единомышленники Товарищи Не Может Не Быть Понимаете Вы Же Так Ну На Таком Же Вам Надо Быть Другой Вам Надо Быть Умной Но Не Козырять Этим Умом Надо Надо Показывать Свою Ум И Начитанность И Все Но Им Же Надо Быть Лучше Им Же Надо Чувствовать Себя Умнее Понимаете В чем Вопрос Им Надо Вам Не Надо Быть Глупой Но Вам Не Сто Семьдесят Да Вот Или Выше Говорю Они Очень Чеславные Мужики Они Недолюблены Недохвалены В детстве Их Надо Дохваливать Вот Компенсировать Мы Не Такие Нам Не Очень Надо Чтоб Нас Валили Вот Нам Лучше Как Это Помогите Деньгами Да Ну Нам Нам Больше Нравится Когда О Нас Заботятся Физически То То есть Проявляют Материальную Заботу Дадут Покушать Вкусно Оденут Хорошо Вот Для нас Такое Для Женщины Потому Что Ну Как Забота О Женщине Это Показывает Что Мужчина Мужчина Сможет Заботиться О Детях Точно Так же Одевать И Кормить Детей Когда Они Появятся Понимаете Это Не то Что Мы Так Хочем Это Такая У Нас В Генах Так Забота Слабшим Да Мы Слабее Они О Нас Заботят Ну Они О Нас Заботятся Они Ответственны Вот Это Не то Что Мы Все О Деньгах Только Думаем Жадные Мы Просто Хотим Это У нас Подсознательно Мы Хотим Заботы Физической Заботы Чтобы Нам Нас Обняли Вот Когда Нам Плохо Чтобы Нам Дали Горячий Чай Когда Нам Простыли Или Там Чтобы Вкусные Вкусняшки Какие-то В доме Были Там Пришел С работы Принес Булочку Ну Что-то Вкусненькое Пироженка Понимаете Ну Или Там Шашлык Какой-то Вот Мы Хотим Заботы Красивое Платье Чтобы Нам Было Физически У нас Физически Нам Не Надо Чтобы Нам Нас Говорили Какие Мы Хорошие Мы И Так Знаем Что Мы Хорошие Вот А Они Нет Им Ушами Любят Но Это Только Надо Делать Искренне И Не Льстить Опять Таки Говорю Не Лесть А Восхищение Это Две Разные Вещи Это Абсолютно Разные Вещи Вот Вам Надо Просто Осмыслить Понять Они Другие Они Не Такие Как Мы Они Говорю Их Не Дохвалили В детстве Их Постоянно Муштровали Что Ты Должен Ты Мальчик Ты Мужчина Ты Должен Не Плакать Ты Должен Быть Сильным Вот Их Не Дохвалили Вот Им Это Им Надо Ну Не То Что Даже Если Их Хвалили В детстве Их Все Рано Не Дохвалили Они Славный Капец Они Слабаки Душевно Духовно Они Душевно Они Слабаки Мы Сильные Душевно Мы Телом Слабые А Душевно Мы Очень Такие Жесткие Можем Быть Они Нет Они Мягче Мужики Мягче Они Бывают Конечно Вайланд Ну Это Жестокие Там Война Какая Но Это Уже Слиг По Фазе Там У них Понимаете Там Ладно Это Другая История В нормальной Жизни Мужики Слабаки Вот Они Они Морально Слабые Они Боятся Они Кто Что Скажет Про Меня Кто Что Подумает Какая Кто Думает Какой У меня Бэйфренд Толстый Тонкий Высокий Невысокий Красивый Урод Никакой Мне Насрать Вот Это Я и так Знаю Какой Мне Главное Что Мне Нравится Вот Кто Там Что Про Меня Думает Фигня Вот И Говорю Мы Умеем Вот Смотрите Даже Вот В семье Папа Он Балует Детей А мама Может И По Жопе Надавать Понимаете Вот Мы Такие Поэтому Их Им Надо Поддерживать Потому Что Они Слабые Они Сильные Телом Они В бараний Рог Могут Скрутить Тебя Но Они Слабые Их Очень Легко Обидеть Их Очень Легко Пуш Да Как Это Их Очень Легко Почву Выбить У них Из Под Очень Легко Женские Знаете Когда Бабы Ругаются Они Могут Такие Гадости Друг Друг Говорить И Они Даже Про Это На Второй День И Забудут Они Даже Это Не Слышат Они Не Воспринимают Вот Они Могут Такими Колкостями Знаете Змеи А Когда Баба И Мужик Ругаются Она Ему Может Такое Сказать Что То Его Наповал Убьет Он Короче Они Очень Они Очень Ранимы Вот Мы Как Они Конечно Не Все Начнут Говорить Мы Не Такие Мы Сильные Посмотрите Вот Они Никогда Не Признаются Что Они Слабые Но А Кто Я Бы Тоже Была Мужиком Не Призналась Бы Вот Но Они Такие Поэтому Их Надо Постоянно Поддерживать Если Женщина Умеет Поддерживать Искренне Верить Своему Мужчину Его На Подвиги Вдохновлять Он Ее Выберет Он Всегда Выберет Ту Женщину Которая Будет В нем Искренне Заинтересована Искренне Восхищаться Искренне Его Понимать Понимаете Не Только Там Посочувствовать Что Не Получилось Что А Подбодрить Подбодрить Ну Вы Поняли Да За Каждым Успешным Мужчиной Стоит Великая Женщина Поэтому Если Вы Можете Предложить Мужчине Заботу Восхищение Понимание Вдохновение Вдохновение Интерес Вы Интересуетесь Его Жизнью Его Целями Вы Как Знаете Вы Как Одно Вы Как Команда Вы Можете Вы Искренне Им Интересуетесь Понимаете Он Конечно Вас Выберет А Это Очень Просто Показать Ему Что Ты Им Интересуешься Это Как Дважды Два Вот Просто Начните О нем Спрашивать О нем О нем Любим Вот Он Не то Что Тапочки Ему Приносить Понимаете А вот Искренне Им Интересоваться Не то Что Сколько Ты Там Зарабатываешь А Про Его Детство Про Его Предпочтение Про Его Убеждение А Почему Любимое Слово Почему 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 Ты Это Любишь Почему Ты Это Любишь И Начинает Говорить А Почему А Дальше И Почему И Почему И Вы Этим Почему Вы Можете До Бесконечности Разговор Поддерживать А почему Это Так А почему Понимаете Он Хочет Он Видит Что Вы Не Только Там Банально Спрашиваете Какую-то Фразу Чтобы Просто Поддержать Разговор Завязать А Вы Именно Хотите Понять Его Понять Его Душу Его Характер Понимаете Любимое Слово Почему А Вопросы В море Просто Можно Есть Книжка Которая Называется Где-то Две Тысячи Вопросов Которые Можно Задать По-моему Или на первом Свидании Или на встрече Или что-то Такое Две Тысячи Вопросов Вот И там Всякие Разные Вопросы Возьмите Потренируйтесь Позадавайте Своим Друзьям Знакомым Такие Вопросы И потом Вы будете Эти Вопросы В голове Иметь Вот И вы Сможете Быть Не такой Как Все Потому Что У всех Стандартный Набор Машину Ты любишь А вот Вопросы Например Какая Любимая Игрушка У тебя Была В детстве Ну Например Ну Так Отбалды Говорю Сколько Людей Задаст Такой Вопрос А он Скажет Ну У меня Был Меч Такой Это Стар Вар Знаете Этот Меч А почему Он Был Твоим Любимым Понимаете И тут Вы Докапываетесь К его Ну Характер Во-первых Вы его Лучше Будете Знать А почему Почему Что Он Вдохновлял Его На Этот Меч На Какие-то Подвиги Понимаете Или Что Он Воображал Что Он Какой-то Джедай Или Еще Что Понимаете Человек Не Просто Номер Первый Второй Третий С кем Переписываешься Он Человек Его Надо Узнать Его Надо Понять Чтобы Было Чем Восхищаться Его Надо Знать Если Вы Не Хотите Его Узнавать Так Как Вы Сможете Им Восхищаться Понимаете Поэтому Интерес Он Притягивает Всегда Люди Всегда Любят О себе Говорить Вопросы Вопросы Задавайте И Вы Не Будете Такой Как Все Вы Будете Из Толпы Очень Выгодно Выделяться Понимаете Во-первых А во-вторых Вы будете Человека Знать И Вы Поймете Нужен Вам Короче Вы Меня Поняли А то Что Вот Я Такая Красивая Молодая Вот Выбери Меня Богатый И Это Успешный Ой Конкуренция Сейчас Море Девочки Красивее Одна Крашит Другой С Этими Всеми Накладными Ресницами Силиконами И так Далее Понимаете Очень Тяжело И Вот Это Опять Таки Внешность Ну да Внешность Имеет Значение Я По одежке Встречаю Об этом Никто Не спорит Но За одежкой Дальше Идут Разговор Дальше Идет Понимаете Как говорят Она была Красива Хорошая До тех пор Пока Она не Открыла Рот И с нее Не повалило Всякие Глупости Понимаете Надо Не только Внешности Внешность Это Внешность Нужна Когда Есть Зрители Вот Когда Есть Оценена И то Только Те Зрители Которые В теме Которые Понимают Правила Игры Что Надо То Таким Красивым То Таким Это Должно Быть Так Когда Это Красиво Понимаете У Какого Тумба Ёба У них Красиво Когда У них Уши Вставлены Какие-то Финя В уши Или В язык Для них Это Критерий Красоты Но Разве Для Нас Это Красиво Ни Дальше Все Дальше Красота Это Такое Ее Три Четыре Раза Встретишься Ее Уже Не Замечают Некрасивость Тоже Три Четыре Раза Встретишься Замечательным Человеком Интересным Ты Потом Вообще Не Смотришь На Разве Он Был Некрасивым Когда То Как Я Могла Подумать Что Он Некрасивый Он Совсем Не Некрасивый Он Же Привлекательный Понимаете Хотите Успешно Хватите Хорошей Жизни Вот Вкладывайте Свою Душу Свой Характер И Вот Опять Вернемся К нашим Баранам К американцам Хотите Американца Хорошего Во-первых Ищите Нормального Во-вторых Вам Надо Отличиться От Толпы Сотни Сотен И сотен Таких же Вот Вам Понимаете Учите Язык И Культуру Там Вплоть До Кулинарных Этих Рецептов Делайте Чтобы Понять Их Понять Их Ну Короче Ну Вы Поняли Вот И Ну Это Немножко Тема Не Только Про Американцев Вообще Про Мужчин Я Думаю Что Американцы Такие Же Мужчины Как И Наш Они Любят И Ценят Те Же Качество В Женщинах Что И Наши Мужчины Вот И Конечно Искренность Честность Веселость Доброту Это Любой Оценит Вот Но Это Не Значит Что Вам Надо Позволять Себе Сесть На Шею Каким То Знаете Кто Ну Есть Придурки Которые Хорошие Она Хорошая А Он Ну Использует Е Поэтому Надо Искать Человека Который Понимаете Это же Сразу Видно Что Человек О тебе Заботится Что Он Интересуется Точно Так же Как Вы Им Интересуетесь Точно Так же Должен Он Вами Интересоваться Понимаете Он Должен Заботиться Ага Тебе Надо Документы Делать Там Или Да Тебе Надо Он С тобой Захочет Во-первых Увидеться Поскорее Это Мы Сейчас Про Переписку Вот Он Захочет Увидеться Он Не Тянет Резину Он Не Врет Он Скорее Сего Он Уйдет С этого Веб-сайта Будет Только С тобой Общаться Понимаете Это все Показатели Как Он Говорит О своей Прошлой Женщине Как Он Отзывается О своих Родителях Вообще Надо Слушать Но Для Это Надо Знать Язык Вот Вам Был бы Язык Короче Там бы Не было Многих Проблем Вот Надо Учить Язык И Надо Искать Нормального Мужчину Не Только Богатые Знаменитые Хорошие Нужные Люди Вам Может Он Не Нужен Такой Вы Своему Мужчину Сами Можете Сделать Понимаете С Хорошей Женщиной Он Сам Может На Ноги Стать Ну Конечно Надо Смотреть Потому Что Говорю Надо Надо Выбирать Надо Выбирать Своего Мужчину А не Брать Первого Попавшегося Потому Что Все Соседки Все Знакомые Замужем А я Одна Нет Вот И Мне Надо Первого Васю Которого Кольцевать Удастся Вот Понимаете Сами Себе Плохо Делают Надо Искать Хороших Я Сколько Знаю Людей Которые Замуж Вышли Уже После Хорошо Тридцати После Да Хорошо Тридцати Детей И Семья Живут Душа В душу Понимаете Они Долго Искали Но Нашли То Что Надо Вот Короче Смотрите Что Вы Можете Предложить Вкладывайте В себя Свой Характер Вот И Будьте Заинтересованы В Мужчине А не Просто В его Деньгах Потому Что Это Все Он Все Понимает Он Ж Не Дурачок Вот Я Конечно Всем Желаю Чтобы У вас Были Шикарные Отношения Всем Любви Вот На этом Все Всех Люблю Целую Чао